И всем привет, дорогие друзья! Сегодня я расскажу, как пройти такую удивительную игру, как Террария. Для начала нажимаем один игрок. Дальше нажимаем на новый. Бесконажа ставим на классик. Не советую ставить сложность выше, либо вам не поздоровится. Но если уже захотелось, то ставьте среднюю. Сложную не ставьте. Вам реально не поздоровится. Но лучше ставьте классику. Так делают практически каждый. Ну, а если вам не нравится, как вы персонаж, вы можете его настроить сами. Или же нажать на случайно. Ну что ж, после этого создаем персонажа. И не забываем ему сделать какое-нибудь имя. Допустим, Гайд. Да. Персонаж создан. Нажимаем играть. Дальше нажимаем опять на новый. И тут у нас выскакивают настройки мира. Если вы играете на телефоне, советую вам ставить мир на маленький. Если играете на компьютере, можете поставить средний или большой. Но даже играя на компьютере, вам все равно советую стать маленький. Ведь в маленьком мире развиться намного проще. Дальше идет сложность. Я обычно теперь буду играть чаще всего в мастер моде. Но так как вы еще новички, ставьте классику. Зло. Советую ставить бахрянец. В нем легче развиться. А в порче сложнее. Да, там босс легче, она в целом зло легче. Но лучше все же бахрянец. В нем целый мир такой, ну по строению хороший. Не знаю, может быть это просто мне везет чем-то в бахрянце. Или мне это кажется. В общем, не важно. Тут вы можете настроить семечко. Это сеть мира. Я обычно его никогда не настраиваю. И имя. Я его тоже обычно никогда не настраиваю. Но могу и настроить. Хайт. Давайте тоже так же. И дальше нажимаем на кнопочку. Ну что ж, показывать я это все буду с более прокачанным персонажем. Ведь мне лень проходить террарию просто для видео. Ну а если вы хотите увидеть прохождение именно на моем канале, то я оставлю ссылку. Там где я прохожу террарию в мастер моде и уже завершенное прохождение на классике. Ну что ж, мы заспавнились и первым делом добываем деревья. Ах да, и со начала игры, если ваш персонаж стоит на классической сложности, то у вас будет медный короткий кинжал, медный топор и медная кирка. Ну что ж, теперь самое главное, строительство дома. Ну для начала крафтим верстак. Делаем стол, стул, дверь и деревянную стену. Да, и дома мы должны делать не вот такие. Ну и не сверхкрасиво, лучше делать дома вот такие, которые показаны на видео. Ах да, чтобы сделать факела, нужны гели. А гель падает вот с таких вот слизняков. А делаем вот такие два, чтобы нам пришли не по NPC. Ведь некоторые не по NPC могут быть полезны. Они приходят именно если вы делаете вот такой дом. Кстати, вот этот человек, который вы видите, он называется Гид. Он как раз таки один из всех нипов NPC. Он нужен для прохождения террарии. А еще вы можете у него увидеть крафты. Это, кстати, призывалка короля слизней. Ну что ж, дальше мы отправляемся в пещере. Ищем такие руды, как свинец железа, вольфрам серебро, платина золото. Но не добывайте оловянную и медную руду, они бесполезны. Хопа, наверняка вы находили в подземках на такие вот такие вот кристаллы жизни. Ну или формы, сердечко что ли. На самом деле это очень и очень полезная вещь на протяжении всей игры. Не вздумайте ее выбрасывать. Сейчас я объясню, что она делает. Ну что ж, мы берем наш кристалл жизни и помещаем его в активный слот. И теперь внимание, смотрите, у меня сейчас 5 сердечек. Я использую, и у меня становится их 6. И это на всю игру. Без них вам будет очень тяжело биться с боссами. Ну и также не забывайте строить дома. Ведь первый дом, который вы построите, на него заселится Гид. Ах да, еще не забудьте сделать печку. Она делается из камня, дерева и 20 факелочков. На ней вы переплавляете все руды, которые вы добыли. Также делайте железную наковальню. Она делается из 5 железа или свинца. И делаете себе броню, совершенно любую, свинцовую, железную, вольфрамовую, что вы там добыли. И делаете себе меч. Но самое главное, теперь делайте больше домов. Лучше с ним не играться. Верни аву, верни аву мою врун. Я гоню на вагонетке, как на Porsche. Врум, рум, я из края, но мы в аду. Мое сердце из-под рока, я вижу лишь пустоту. Меня два, еще два, еще немного, я точно сойду с ума. Ну что ж, теперь мы готовы к битве, к первому очень легкому боссу. И поверьте, он очень легкий. Что ж, сделав золотую или платиновую броню, сделав золотой или платиновый лук, мы сейчас делаем деревянные стрелы. Они крашиваются из дерева и камня. Дальше из факелочков делаем огненные стрелы. Делаем платформы и делаем арену, так как показано в видео. Ну, я вам хочу реально сказать, это очень легкий босс, даже Феру ПТО с ним справился. Тем более, он новичок и начал проходить районные экспрессии. Тем более, он ни разу не убивал глаза к Тулху. Ну что ж, теперь строим арену. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ А, да, вы, наверное, спросите, зачем тут костры? Они нужны, чтобы, ну, они, короче, ускоряют вашу регенерацию. Еще спросите, как призвать этого босса? Его можно призвать с помощью подозрительного выключения глаза. Он выглядит вот так. А найти его можно из золотых сундуков или скрафтить на багровом или демоническом алтаре из шести линз. А линзы падают с демонических глаз. Это такие глазики, которые спамятся только ночью. Ну что ж, когда вы убили глаза к Тулху, с него падает демонитовая и кремтановая оруда. Вы ее переплавляете, делаете синий лук или красный лук. Дальше делаете стрелы джестера. Они делаются зря на стрелы, и упавшие звезды падают ночью. И дальше прямиком сразу же бежите убивать еще одного босса. Он тоже очень простой. Это мозг Тулху. Но это если у вас кримзон, то есть красный биом. Если у вас синьбиом, то есть порча, у вас пожирать умер. У синим все намного легче. Достаточно взять просто обычный меч и таранить его. С мозгом Тулху делаете арену, как из глаз Тулху. Также про костры не забывайте. После убийства мозга Тулху с него падает кремтановая оруда и образец ткани. Из этого вы сможете сделать красную кирку и броню. Если у вас, однако, порча, с пожирателя миров выпадет демонитая оруда и кусочек тени. Вы сможете сделать теневую броню. Довольно-таки красивая броня, между прочим. И самое главное, это кошмарная кирка. Ну, синяя кирка, короче. А эти кирки, они нам нужны, чтобы добывать адский камень. Потом сделать руду, короче. Ах да, и чтобы сломать, чтобы призвать того и другого босса, вы должны сломать вот эти сердечки, которые вы видели сейчас на видео. А если у вас синий биом, это сферы. Если багровый, вот, то сердечки, да. Вот. А чтобы сломать этот багровый камень, вы его должны взрывать бомбами, да. Потому что никакую кирку вы не сможете уже скрафтить, чтобы ломать багровый камень. Или дим, или эбонит. Ну, это тоже камень, только синим биоми. Да. Помню, когда я прочитал, у меня эбонит, эбонитовая дура. Да, было время, когда мы с другом вместе проходили террариум. Не об этом поговорить. Рядом со мной быть опасно. У меня меч алмазный. Лучше с ним не играться. Верни аву. Кстати, вот она, эта кирка. Смертоносная кирка называется. И багровая броня. Ну что ж, теперь мы идем убивать нового босса. Королеву пчел. Чтобы призвать этого босса, можно призвать только в джунглях. В подземных джунглях. Так что смотрите все, как показано в видео. Ах да. Еще с самых началах видео, ну, в самом начале видео практически, я забыл одно сказать. Что в сундуках вы можете находить аксессуары, которые можете помещать в слот аксессуаров. Вот, самые главные аксессуары, которые вы должны найти, это облако в бутылке, сапоги гермиса и подкова. Опаньки, вот это повезло. Не всегда так можешь повезти. Это кокон королевы пчел. Заходим в нее. Видим вот эту вот штучку пчелиную. Мы должны ее сломать. И призвается босс королева пчел. Убиваем мы ее для три главных вещи. Для пчелонатов и воска. Если нам не выпадут пчелонаты, то из граната и воска, мы сделаем пчелонаты. А третья вещь, самая главная, что после убийства этого босса, к нам придет новый Ниппен Писи. Знахарь. У него мы сможем купить наполняющий столик и крафтить такие зелья, как флакон с огнем, флакон с икором, флакон с отравой. Ну что ж, теперь идем убивать еще одного очень легкого босса. На него даже арену не обязательно делать. Можете взять просто кровавый несорец Лебич Свет и забить его этим. Ах да, Искелитрон призывается только ночью. Не знаю, говорил ли я это ранее, но, блин, это моя огромная ошибка, что я вам этого не сказал. Это то, что такие боссы, как Глаз Ктул и Искелитрон призываются только ночью. То есть, если вы их не убьете за ночь, днем они улетят. А если вы храбрый, как Ферруб, и решили, что вы будете проходить на Эксперте или на Мастере, то для новичков, мне кажется, это будет первый босс, который заставит вас попотеть. После убийства Искелитрона спускаемся в данж. В этом данже будут запертые золотые сундуки. Чтобы их открыть, нужен будет золотой сундук. Вот-вот-вот, первый сундук. Ну что ж, золотые ключи можно выбить с каким-то шансом со скелетом. И нет, не со скелетов, которые в пещере, а именно со скелетов, которые в этом данже. Также его можно будет выбить со стопроцентным шансом со слизней. И нет, не со слизней, которая спаунится наверху, на поверхности, а именно с слизней темницы, да. Именно этой темницы, в которой вы сейчас находитесь. А это, кстати, тут можно еще найти механика. Вы сейчас увидели такую девочку, которую нашел. Это новый Нип НПС, его можно найти только в данже скелетрона. Ну что ж, три самые главные вещи, которые мы здесь должны найти. Первое. Мурамаса, это меч, кобальтовый щит и теневой ключ. Ну, а если вы храбрый, как Феру, и играете в экспертили в мастере, то кобальтовый щит вам не нужен. Ведь у вас есть щит ктулху, который вы должны были получить еще в битве с глазом ктулху. Ведь у вас теперь есть рывки и рывки, главная вещь. Ну что ж, теперь спускаемся в ад, чтобы добыть адского камня. Но перед началом закупаемся под дровняка бомбами. Ну, чтобы это сделать быстрее. Закупайте где-то 4 стака в маленьком мире. Ой, 4-3. Не переживайте, стоят они дешевыми. С чем-то, сколько там, короче, медных монет. Знаете, в этой игре медные монеты очень дешевые. Ну что ж, мы тут. А вот он и адский камень. Ну что ж, главное, не стойте на адском камне, вы будете гореть. Я не горю, так как у меня стоят нужные аксессуары. Также копайте адскую руду за стенку, ведь когда ее копаете, с нее выливается лава. Берите и закрывайте. На мою память нужно где-то 400 адского камня. Также не забудьте добыть обсидиан. Тут все просто. Выливайте лаву на воду или воду на лаву. О, кстати, это теневой сундук. Не помните, я говорил вам найти в данже скелетрона теневой ключ? Короче, в воду вы их можете открывать, эти теневые сундуки. И в них самое главное найдите солнечную ярость. Как-то так она называется. У ней 84. По моему мнению, это самое сильное дохормодное оружие. А еще, видите, в левой стороне, вон там, вон, печка какая-то стоит. Обязательно, обязательно ее заберите. Ведь в этой игре, то есть так все работает, то есть если у вас печка более слабая, значит какие-то руды она не может переплавлять. То есть если вы на обычной печке захотите переплавить адскую руду, то она не переплавится. Нужна именно адская кузня, вот эта вещь, которую я сейчас добыл. Знаете, в этой игре все работает. То есть, допустим, из обычных сапогов кирмеса можно сделать террые ботинки. Браслет регенерации прокачать для браслета мифов. А из обычного медного кинжала сделать зенит самый лучший меч в игре. Вот этот меч, которым я сейчас махаюсь, вы его видели, да? За все видео. И обсидиан нам нужен, чтобы скрафтить адские слитки. Ведь они крафтят из адского камня обсидиан на адской кузне. О, блин! Привет, я очень рада, что вы пришли. Ведь после поражения этого нашествия придет очень полезный Нип-НПС. Коблин-изобретатель. У него вы можете приковывать вещи, ну то есть зачаровывать, как в Майнкрафте. А самое главное, купить мастерскую изобретатель, на которой можно сделать террые ботинки, зенит, например. Ну, зенит, конечно, на наковальне делается, но да пофиг. Ну что ж, после того, когда вы переплавили адские слитки, на наковальне делаем самое главное. Первым делом кирку, а потом делаем броню, меч, топор и так далее. Ну что ж, теперь спускаемся в ад. О, пьяч! Ну что ж, чтобы призвать этого босса, нам нужна кукла Вудугида. Она падает с демона, который держит в руках ее. Не помню, какой шанс спавна его. Короче, вы должны его убить, с него выпадет кукла Вудугида. Наконец-то это говно закончилось. Ну что ж, теперь идет самая скучная часть строительства арена. Это прямая дорога, которую вы должны строить. Ну а если вы играете на классике, то можете делать, ну, так, как считаете, удобнее вам. Ну, не сильно большую, но точно не в паллады. Ну что ж, бросаем куклу Вудугида в лаву. Гид умирает, но пробуждается новый босс, стена плоти. Самый сильный до-хардмодный босс. После убийства вы перейдете в хардмод. Я вам скоро объясню, что такое хардмод. Теперь нас два. Меня два. Бам, стена плоти убита. Ну что ж, хардмод это, когда добавляются новые боссы, новые предметы, новые руды. Когда, если обычный слизень был, допустим, слабеньким, он стал сильным. Допустим, обычный слизень был, ну, представим, у него было 100 хэп, становится 300. Также увеличивается дамаг. Все мобы становятся сложнее. Игра становится сложнее. А боссы уже будут не легкими, а довольно-таки серьезными по сложности. Ну что ж, и про лут со стены плоти. С нее падает святой молот со 100% шансом. Не вздумайте его выбрасывать. Он очень полезный. Он создан не чтобы ломать им фоновые стены. Он полезный. Он очень полезный. Я это расскажу в следующем видео. Ведь это видео так сильно растянулось. Да и тем более я сам уже немного подзаколебался. Вот. А если я вам начну рассказать, что цитой молот делает, это уже можно затронуть. Здесь херно. Ведь террарий в основном идет по цепочке. От босса к боссу и так до финала. В общем, ждите вторую часть гайда. Всем удачи. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok